всем привет дорогие друзья с вами will know и в этом видео расскажу о том что происходит в мире world warcraft и blizzard entertainment но перед этим сходу как всегда таймовички таймовички это когда припасе чкинг вышел а чкинг это нехередные ощущения по этому сходу поставьте лайк подпишитесь на канал и нажмите колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео и стримах которые проходят каждый день с 12 до 14 и с 18 до 20 по московскому времени оставьте свои комментарии что вы думаете по данному поводу так ребяточки начну с очевидного уезжая получается в отпуск возвращаюсь когда правильно числа 8 или 9 поэтому новостной следующего на следующей неделе не будет получается напишу за две недели уже через среду ну и такие собственно делишки там в телеграм можно подписаться в дискорд и виллу группу найти дискорд в описании есть телеграма нет но виллу просто пишите находите короче там будем общаться да но это кто как бы в теме да кто не в теме тот слушает дальше новости и так ребяточки чего начнем начнем непосредственно со врачом за личкинг у нас появилась делюкс издания и она появилась за евро поэтому нам это нафиг не надо правильно либо нам по идее по идее кто-то может подарить но это не точно по идее по идее ребят что дают нам ну вот это вот это типа игрушку клыкар пингвин питомец и типа маунты для альянса я так понимаю для орды ну наверное почему их два наверное потому что для альянса для орды не знаю короче такая вот возня в общем то что 30 дней игрового времени дается еще ну и соответственно повышение до 70 в классической игре вот уровни навык там будут езды и так далее то есть ну вот такая вот всякая ситуация да ну как я сказал нам это ну ладно ну ладно учитывая что в евро нельзя купить за battle.net кошелек получается что дальше ребяточки дальше у нас объявили список игровых миров нового начала для лички на classic то есть что это значит напоминаю что это значит собственно в европе это тхекал и giant stalker giant stalker да то есть giant stalker это пве то есть суть такая что там люди начнут с самого нуля прям фреш 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 ванила как людям нравится и вот они там будут бегать жигалевую делать двадцать седьмого номер основа 05 30 они об этом рассказали то есть а выйдет когда будет припать 41 августа то есть а получается что сегодня так что исходить с нуля играйте как раз там вот личкинг когда выйдет он тоже там выйдет и типа вот такая вот игра прям супер с нуля прям вот с повышенным количеством получения опыта за все вроде как то есть ну вот такая вот логика новых миров там я так полагаю вот эти вот бонусы от делюкс издания работать не будут ну то есть для любителей фреш серверов они подогнали бы заинтересовались насколько людям интересно тебе масса фреш серверов фреш личкинг как говорится то есть многие ныли просто что игра переходит от бэкан личкинг от неинтересно вот когда с нуля фреш 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 у ребят кто залетать будет на фреш пишите обязательно комментариях что у нас дальше дальше у нас близарды подсуетились подсуетились и в dragonfly начали добавлять и возвращать кучу тонны персонажей которые всем людям нравились такие микро приятные моменты добавили кучу шуток кадгару талистре каких-то там рофлов парадоларан где долларан никто не знает крапинку и доли добавили с троллем ездит роль жалуется что задолбала его уже песни это добавили даже вот это вот черепаха добралась до воды который говорил это вот нола у нас огромная эта черепаха типа они пролетели с наролексом геомантом акулетом помните акулета который портал открывал и архимахом варготом то есть ну короче развлекухи миллион все радуются потому что куча знакомых лиц это всегда приятно особенно катгар особенно катгар вот это вот это приятный мужик приятный мужик интересно будет ли в этом он дополнением неожиданно геем в это мы узнаем потом очевидно пожилой гей выглядит респектабельно видимо знать что у нас дальше ребят дальше у нас интересная ситуация тоже приколюшка хоть многие ныли про открытые зоны в пвп мире то есть там будет движуха заруба и в этой движухе зарубы будут свои бафы типа того как аниме силы выпадать своего рода то есть тоже на выбор и какие силы внезапно овцы когда получаете урон вокруг вас не падают магические овцы на себя урон противника в месте приземления в течение минуты неплохо хронный код повышает скорость движения на 50 процентов на минуту неплохо это прикольно но может ли момент телепортирует вас в предыдущую недавнюю позицию эффект суммируется суммируется видимо со временем будет телепортирует по дефолт зеркальная иллюзия то есть появляется ваш кофе на пять минут кофе и она будет все ваши скиллы юзать прикольно кобальтовый катализатор обновляет время действия большинства способности кобальтовой азамблеи но это видимо там что там капризы судьбы 2 рандомные силы получаешь карта со взрывчаткой ваша карта превращается в чародейскую бомбу на пять минут когда вы открываете карту она носит урон врагам если рядом с вами больше четырех противников если 4 или меньше вы умрете и при том она в чате пишет я карта и готова взорваться ну прикольно прикольно мое любимое добавление поэтому в этом месте я бегать не буду и разговаривать об этом на стримах я тоже не буду нега прыжок нега прыжок прыжок вместо это подбрасывает ближайший врагов воздух то есть об этом мы разговаривать на стримах не будем будем называть это просто чародейский прыжок а может ну не совсем ну как то неизвестно чародейский он или или муж какая-то там темная магия замешана скверно может не знаю короче ребят набитые карманы наполняет ваш карман магическими угощениями которые могут просыпаться когда вас попадает атака заклинание ли способность типа не просыпаться просыпаться скорее всего будет просыпаться не знаю что это значит а просыпаться более правильно скажешь здесь наверно да ну ладно прикол дес короче очередной непонятно что это дает чародейский инерции увеличить скорость передвижения показатель скорости на 25 и воздает применять заклинание время движения пока вы продолжаете двигаться ок пропустить время мгновенно возвращает вас в лучшие времена когда у вас был максимальный уровень здоровья чародейский прыжок подожди мы так уже это уже называли так это другое название называется прыжки могут вызвать чародейский взрыв действия 30 секунд то есть короче прикол дес и прикол дес напоминаю в открытом мире в конкретной локации по конкретной ситуации типа локалочки для пвпшников и все а то я как заметил в комментариях нашелся даже какой-то парень который вылез я не знаю откуда вот так вот из под стола жесткого похвели такой а говорили не будет заимствованных сил неожиданно почему он это это понятно что приколюха так сказать на на часок назовем так приколюха на часок ладно ребят что у нас дальше дальше у нас интересная ситуация в dragonfly нам предложат стать почетные дриады и позаботиться о малышах волдракена чтобы мы покормили изголодавшихся детеноса лисы виверны черепахи тритона рогоплавые выдры невероятные ощущения то я считаю чем мы должны заниматься герои которые только что спасли космос то чего много ныли наныли лучше мурлоков на самом деле кормили я так считаю потому что ну всем людям понятно если в аддоне нет мурлоков значит аддон не очень поэтому то есть это все что люди хотели близор да не услышали надо было услышать что просто все хотели мурлока вот если были мурлоки да побольше бы вообще были не помню не помню мурл или были не там какие-то этих маленькие бегали игнаты непонятно чего им надо было ну да ладно ребят dragonfly репутации кентары марук игроки смогут получить косметические знамена шлемы и щиты так они выглядят знамена это прикольно знамена это прикольно косметические мне вот что не нравится что они вместо спины как трансмог все вставляются да а ведь помните раньше были предметы просто в инвентаре лежат ты их жмешь и помимо того что я есть плащ так еще и вот это вот что-то за спиной в крутогорье интересно кстати вот я вспомнил да интересные прикольные тотемы из крутогорье кто помнит тоже напишите они вообще трансмоглом стали и по-прежнему предмет который ну надо нажимать и он типа лежит темно это и как баф работает не знаю мне нравилось бегать обширный персонаж становился супер крутая новость автоматически в dragonfly появится функция автоматического выбора и взаимодействия с целью а конкретно ребят что это значит то есть новая опция применение при нажатии и удерживании то есть фактически допустим вы однокнопочный персонаж у которого одна кнопка вот вы заживаете например ледяную стрелу и она авто кастуется то есть она закончила один каст потом пошел сразу второй мгновенно да то есть мгновенно если раньше надо было там нажимать прям спамить кнопку эту а может теперь не спамить можно зажать и типа это как-то нам что-то упростит ну по идее прикольно представить только с кем это хорошо работало бы на ком это было приятно ну некоторых вариантах друлитки не знают надо переучиваться привык уже долбить по клавишам и ребяточки также у нас появится кнопка которая позволит разговаривать с нпс когда мы с ними подойдем то есть представляете как во всех мм рпг или просто в рпг когда подходишь жмешь кнопочку f и начинается диалог вместо нажатия клавиши мыши невероятные ощущения ну это хорошее добавление правда ни у кого она не будет работать потому что f забинжена у меня на бурсты а у кого на чо f забинжена тоже напишите у меня на бурсты забинжена получается придется по старинке кликать и ребяточки новая система выбора цели активный бой автоматически выбирать цель при приближении к ним позволяет сразу начать применение способности динамически переключать цели в зависимости от направления вашего взгляда динамические охрана динамически переключает непонятно работает стандартный систем выбора цели необходимо закрепить за целью просто нажмите на tab чтобы перейти режим выбора цели с помощью клавиши tab ух ты это шо ж такое то интересно получается оно само типа будет где там это будет как реально как они смотивировались элден рингом и не только миром а теперь типа ты мышкой переводишь и там типа цели меняются то как ты дну двигаешь мышью видимо ну это в принципе наверно даже удобно если она реально будет удобно выбирать тогда можно будет реально не табироваться но табироваться опять же привычнее интересно да интересно и странно ну ладно посмотрим как это будет выглядеть что у нас дальше ребят смотрим на новые эффекты чарки для брони оружие и оружие профессия да то есть тут я вас не удивлю не удивлю почему на нагрудники либо разнообразные статы либо на все статы основные бафы на оружие все варианты видов всего и броню повышает и вероятность крита вот эти все искусности так далее основную характеристику повышает и какой-то магия льда дамажит если больше пяти противников и соответственно вот это вот все какую-то скорость скорость передвижения то есть вот такое то есть ну как бы получается что выбор без выбора опять потому что но если с цифрами будет все хорошо тут все понятно либо ты стабильные свои основные характеристики 2 запихиваешь к примеру вот или там хорошая будет основная характеристика добавляться ее точно пихаешь и вот это вот штуковина которая на когда пять плюс целей магия льда к это происходит ну до пяти целей до какое-то увеличение урона то есть для ключей какой-то вот это на второе оружие если она есть будут пихать ну короче много вроде выбора а как будто выбор без выбора на самом-то деле по наручам у нас тоже самое избежание самоисцеление скорость видимо бега и типа два варианта типа слабенькая и сильненькая для кроссовок такая же по сути тематика скорость передвижения скорость движения верхом выносливость плащи тоже самое решили в плащ теперь время уменьшения кд вот этого камня возвращения уменьшает вместо наручей в плаще теперь у нас на кольца нас тоже самое что было прям ничего нового также основные характеристики второстепенные которые и собственно что вот и все и в профессии вот эти бафы на провораста мастерство вдохновение наблюдательность находчивость ну что там у нас будут за штуки дрюки то есть у нас будет отдельно если что оружие для сбора и так далее кто не в курсе то есть ну типа понятно как бы это и так было понятно но да ладно ребят у нас неожиданно супер новость теперь у пробудителей а они же драконы да у них появится бэл а если бы точнее гера а если бы точнее бэл гера бэл гера ребятки появится и теперь они будут более полезными как считают создатели и он хазикостас и всякие ну и появится неожиданно скорее всего бэр у паладина он появится у всех виде без без так сказать без нужды в инженерии предметика расходуемого но паладинов тоже появится бесплатный личный бэр а казалось бы да когда он еще должен был появиться учитывая что помню какая-то там игра такая была вообще я считаю что это какая-то ну такая себе называлась как так вар что-то там крафт 3 что ли и там короче такой был герой паладин потом когда на шестом уровне получал у него такая способность была он воскрешал рядом ой ладно это я придумываю опять что-то разработчики догадались спустя 18 лет это это неважно ребят все в порядке в дранфла ребятки у нас хотят вести межфракционные гильдии то есть получается орда альянс в одной гильдии но пока не знаю как сделать поэтому вначале не будет как всегда начинается то да моя любимая да короче смотри такое добавили но сначала конечно будет их любимая тематика когда там примерно 10 2.7 выйдет тогда может добавят но это не точно но это не точно ребятки и соответственно неожиданно вот тут было в это просто откуда вся информация взялась у Инна Хази Костаса было интервью с много уважаемым Иеннадием Иеннадиевичем каким-то на самом деле у нее было другое имя но это не важно это не важно и вот в этом интервью Ион Хази Костас неожиданно говорит у меня есть для вас и сообщества один очень быстрый вопрос что вы думаете о запуске обычного героического эпохального рейда одновременно это чисто гипотетически а что вот если это ну может быть произойдет в новом рейде в новом сезоне и все такие а как же гонка а как же а как же межсезонья а как же как же я считаю что это отличная идея безусловно чтобы вот этой вот непонятной недели не было когда ты и в мифик нормально не сходишь какой-то только в героик сходишь ну как будто вот ты теряешь время то есть я понимаю что там ну казуалом типа пофиг в целом да а вот тем людям которые ну как я профессиональные игроки ходят пятнадцатый ключ хочется с пятнадцатого ключа нормально их сразу предмет получать а непонятно что и зачем я жду может я хочу сесть прям вот и прям ну наиграться прям насладиться не знаю но это мне кажется отличная идея и вопросик у него явно такой непростой был потому что ну был инсайт как вы помните что 28 ноября у нас типа драганфлай выходит но это не точно и вот этот самый инсайт очень подходит по логике ведь люди которые там сидят математически подсчитали что там где-то 21 числа примерно декабря если так выйдет начнется наконец-то бахальный рейд а там уже праздники все уже на чазачилке будут и так далее тому подобное всем типа будет пофиг на рейд и поэтому если он откроется без этой лишь недели то мифик рейд уже будут 14 логические числа и вот 14 декабря можно уже по мифик рейдить пару недель перед соответственно новым годом так что будем смотреть ждать что говорит будет близарды а вы смотрите жить когда я вернусь в отпусках смешные подборочки будут выходить а если вам понравилось это видео было максимально полезным поэтому бак 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 а